Возбудители респираторных бактериальных инфекций, нейсерии, протодевы и гемофильные бактерии. Нейсерия. Род включает 14 видов, из них только два патогена. Это возбудители мейнгококковой инфекции и возбудители гонореи. По морфологии они грамотрицательные бобовидные клетки, то есть они расположены в мазке в виде кофейных зерен, это диплококки, у них есть капсула, и они способны размножаться внутри фагоцитов, то есть незавершенный фагоцитоз. Поэтому их при бактериоскопическом исследовании можно обнаружить внутри лейкоцитов. Мейнгококки, возбудители мейнгококковой инфекции, воздушно-капельно передающиеся. Вот здесь вы видите как раз их морфология, то, что они диплококки, в виде кофейных зерен расположены, грамотрицательные бактерии. Свойства. Они являются аэробами, растут на средах с содержанием сыворотки. Для того, чтобы выделить чистую культуру из носоглотки, в среды добавляют антибиотики, для того, чтобы подавить сопутствующую микрофлору, которая в дыхательных путях заглотки может содержаться, стафилококки и другие. Биохимическая активность у них очень низкая, разлагают только глюкозу и мальдозу, и другие кислоты. Глюкоза, мальдоза, сахароза отрицательная. Антигены. Главный антиген – это полисахарид капсулы. И по этому полисахаридному антигену в ней серии разделяются на 13 серологических групп. Иммунитет вызывает эти антигены стойкие, глупоспецифические. Наиболее часто минговую инфекцию вызывают представители серого А, Б, Ц, И, 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 В. Факторы патогенности. Это факторы ангесии поверхностной структуры фенглей и белки. Антифаконцитарным фактором является полисахаридная капсула. Ферменты гиалуронидаза разрушают гиалуроновую кислоту. Протеаза разрушает иммуноглобуринги, гиалуронидаза разрушает нейронидовую кислоту, содержащуюся в слизи. и фибринолизин разрушает фибринолизин. Токсин у них, у этих бактерий это эндотоксин, то есть липополисахарид клеточной стенки, который обладает пирогенным инфекциям, то есть вызывает температуру, провоспалительным, более высокотоксичен, чем липополисахарид и другие граммы отрицательных бактерий, то есть сильнее, чем у энтеробактерий. Патогенез. Воспудитель обладает тропизмом к слизистой оболочке носоглотки, на которой при определенных условиях размножается и выделяется с носоглоточной слизью во внешнюю среду, что соответствует наиболее частой форме инфекции менингококкового носительства. На самом деле менингококковая инфекция чаще всего протекает либо без симптомов, либо как назофаренгид. То есть как носительство, либо если снижается иммунитет, то возможно колонизация, измножение, внедрение внутрь слизистой оболочки, воспалительные процессы будут тогда протекать как назофаренгид. И всего лишь в 5% случаев из назофаренгид аменингококковая инфекция может приходить в минингококцемию, минингид, мининганцефалит, то есть распространяться гематогенным путем по организму. При генерализации в крови возбудитель активно размножается, часть бактерий погибает под действием бактерицидной, под бактерицидной действием крови и освобождается эндотоксин, который вызывает все соответствующие реакции, то есть повышение температуры, снижение артериального давления, повреждение эндотелия сосудов, из-за этого образуется характерная для аменингококковой инфекции сыпь и вызывает диссиминированное внутрисосудистое свертывание крови, тромбозы. Вот здесь мы видим аменингококковую сыпь, вызванную повреждением эндотоксинов сосудов и, соответственно, геморрагия. Таким образом, эндокококковая инфекция может протекать чаще всего как носительство иназа фарингит и в 5% случаев может развиваться сепсис, кокцеме и гнойный менингит. Диагностика включает в себя бактериологический, бактерископический метод, молекулярно-генетический метод, специфическая профилактика при помощи вакцины, содержащей антигены и капсулы. Экспресс-методом диагностики является бактериоскопический метод. В случае менингита, то окраска, ну, то есть мазок ликвара, окраска его по грамму, окраска канцелиновым синим и обнаружение характерных гиплококков внутри лейкоцитов. Также возможно использование инфлюоресцитного прямого метода. гонококки мы с вами разбирать не будем, потому что это не дыхательные инфекции. Бартателлы. Следующая инфекция – это инфекция коклюш и паракоклюш. В настоящее время, в общем-то, перестали разделять на коклюши, паракоклюши, оставили только одно мазолок, и это коклюши. Возбудителем коклюши являются представители рода Бартателла, Бартателла пертусис и Бартателла парапертусис. Еще есть Бартателла бронхисептика, возбудитель заболевания животных. Бартателлы – это маленькие кокопоциллы, имеют вид овоидной палочки, они грамотрицательны и крайне неустойчивы в окружающей среде. У них есть микрокапсула, они неподвижны, спор не образуют. Бартателлы – облигантные норобы, они требовательны к питательным средам, плохо растут на простых питательных средах, то есть для них для культивирования используют в среду картофельно-глицериновые с добавлением крови, казиновые угольные агары. На кровяных средах возбудитель дает мелкие колонии с металлическим оттенком, чаще всего гладкие, потом они приходят в шероховатые. Антигены ООО, антигены основной, соматические и есть специфические видовые антигены. Факторы патогенности. Филаментозный гемоглотинин участвует в адгезии, гемолизин, эндотоксин, трахеальный цитотоксин, дегмато-никротизирующие факторы, коклюшный токсин. Источник инфекции человек, механизм передачи эрогены, возбудитель попадает на слизистую оболочку, дыхательных путей размножается, выделяет свои токсины, которые повреждают слизистую, вызывают отделение мокроты, накопление вязкой мокроты слизи, вызывают воспалительный процесс, повышают чувствительность кистамину, что приводит к спазму бронхов, повреждают реснички, ресничного эпителия дыхательных путей, что тоже способствует нарушению элиминации возбудителя слизи. и это приводит к сильному раздражению нервов, нервных окончаний, и при этом вызывается раздражение кашлевого центра продолговатого мозга, спастичный, и характерный симптом для коклюша это спастические приступы кашля. Постинфекционный иммунитет стойкий, видоспецифический, обусловлен гуморальными и клеточными факторами. Диагностика основной метод бактериологический и молекулярно-генетический. Посев из-за того, что возбудитель крайне не стоит в окружающей среде проводится методом кашлевых пластинок, то есть больному подносят чашку с питательной средой и просят на нее покашлять. Либо же материал берут заднеглоточным тампоном, то есть задние стенки глотки и посев проводится на цириады элективные, проводится идентификация возбудителя при помощи аглюцинации сыворотка коклюшной или пара коклюшной. Также можно использовать реакцию мумифлюоресцензии и сирологические тесты на определение антител, особенности метод парных сывороток, когда используется сыворотка на момент поступления через две недели. При наличии коклюши идет нарастание титра дитя. Профилактика это вакцина, та же вакцина, что и против дифтерии АКДС или АКДСМ по календарю клиника. И следующий возбудитель это гемофильная палочка. Гемофильная палочка или палочка Фанасио Пфейфера семейства пастериляция род гемофилиус вид гемофилиус инфлюенза. Это мелкие грамотрицательные полиморфные овоидные бактерии. Они расположены в мазках цепочками или в виде нитей. Неподвижные имеют пили и ферментные образуют капсулы. Факультативные анаэробы, но лучше растут в аэробных условиях. им для культивирования обязательно требуется кровь или ее препараты, поэтому используется шоколадный агар, то есть гретой кровью. Они не способны синтезировать гем, входящий в состав ферментов дыхательной цепи, поэтому им необходим фактор роста в виде препаратов гема, который содержится в крови. х-фактор В-фактор им необходима кровь, без нее они не могут получать ферменты, которые нужны для работы дыхательной цепи, то есть для получения энергии. Есть характерный признак кормушки, это сателитный рост, когда бактерии лучше растут возле стафилококков. Стафилококки вызывают гемолиз, и в результате гемолиза образуются как раз-таки вот эти над необходимые для гемофилиса ферменты, и поэтому они как на кормушке хорошо растут вокруг стафилококков. Вот здесь вы можете явление кормушки наблюдать, вот эта полоса стафилококков, вокруг нее мелкие гемофилисы. Биохимическая активность у них выражена слабо, они расщепляют в основном углеводы, построение капсульного антигена и определяют на сирологические варианты. Факторы патогенности это пили, эндотоксин, капсульный полизахарид и протеазы, разрушающие секретарный многоглублин А. Источником инфекции является человек, под передачей вытушно-капельные, они вызывают пневмонию, титы, синуситы, ларинготрохиты, бронхиты. Наиболее опасный менингит, тайнерс 5% и эпиглотит, вызванный седоваром БУДТ до 5 лет. диагностика основной мед является бактериологический, то есть высев на питательную среду, содержащую козматериал для исследования пакрота, при менингите спинномозговой жидкости, при генерализации инфекции крови, используется кровяной агар, выделение чистой культуры, экспресс-метод это иммуноиндикация с помощью реакции, иммунофлорицент, специфическая сыворотка типа В, используют при диагностике менингита. Лечение проводится с помощью антибиотиков, специф профилактика это вакцина субкорпускулярная, содержащая очищенный капсул антиген типа В и комбинированная вакцина для профилактики коково-генефильного менингита. Субтитры создавал DimaTorzok